Я записываю наш с вами диалог, он никуда не пойдет, только будет выложен в YouTube в приватном доступе и ссылка будет направлена вам. Давайте я расскажу в двух словах, как происходит судебный процесс. У нас координаты судебного заседания я вам направил, они изложены в определении суда. Есть грубые ошибки, которые просто перечеркивают всю квалификацию и так далее. Нужно не опоздать на судебный процесс, поэтому если вы собираетесь направляться на личном автомобиле, имейте ввиду, вы можете попасть в пробку. Надежнее всего добраться на метро. Проверено уже многократно. Лучше направиться на метро с тем, что за 10 минут, даже за 15 минут быть там. Потому что вы потратите вот это время, 15 минут, на прохождение турникета, там досматривают, ничего лишнего с собой не берите. Самая обычная вещь. Оружие брать нельзя с собой, средства самозащиты, воспламеняющие жидкости, потому что это все означает, вот даже масло для автомобиля. Автолюбитель взял один, он потратил время на то, чтобы оправдываться и куда-то в камеру хранения сдать это масло. Теперь дальше. Читаем внимательно определение суда. Здесь написано, исковое заявление принять, возбудить производство по делу, назначить дело, все. Дальше никаких требований по отношению к вам нет. Совсем. Это значит, что мы с вами документы подали безупречные. То, что вы говорите, отклонили заявление об обеспечении иска, ну, это право суда. Но это не значит, что мы какие-то недостатки с вами допустили. Если явится та сторона, то это будет хорошо. Можно даже попытаться обсудить мировое, когда суд на это скажет, даст время. А начинается судебное заседание вот с чего. Если вы подходите за 5-10 минут до начала процесса к этой аудитории, можно постучать и предупредить помощника судьи. В руках держать нужно определение и паспорт. Паспорт железно с собой возьмите. Прямо заранее положите в сумку, с которой пойдете. Что вот Екатерина Юрьевна прибыла на судебное заседание, указывайте номер. Сейчас начинается. Они отвечают, хорошо. Если сменится аудитория, то укажут номер новой аудитории. Проходите, подходите к этой аудитории. С собой берете оригиналы документов. Помните, да? По сути дела, да. У вас 3 оригинала документов наиважнейших. Это 3 платежа над суммой 400 тысяч рублей. Если сохранился оригинал договора подряд, то тоже хорошо. Тоже берите с собой. Есть оригинал договора? Не только подписанная копия. Подписанная копия, которую я вам отправляла. Только они. Копия серенькая получается. Подпись той стороны серенькая, да? А вы подписывали онлайн этот договор? Да. Вы подписывали онлайн. Все равно сделка считается совершенной. Когда у вас, как я рассказывал в исковом заявлении, давайте придерживаться этой версии. Вы договор не заключили. Не только потому, что там серая копия Екатерины Юрьевны, а из-за того, что не подписано приложение к этому договору. В этом договоре имеется ссылка на приложение, да? И здесь действует правило. Железное правило, определенное законом. Договор считается заключенным тогда, когда стороны достигли согласия по всем существенным условиям договора. Задание – это существенные условия для договоров строительного подряда. Очевидно, существенные. Потому что важно, что сделать, где сделать, да? И вы придерживаетесь версии. Я платежи совершила. Вот отметочки штампики банков. Желательно, чтобы штампики банков были под этими платежками. В рыночной экономике все ресурсы являются платными. Это не подарок. Деньги прошу вернуть. Если этот попытается возразить, допустим, ответчик приходит. Допустим, он говорит, мы частично эту работу выполнили. И так далее, и так далее. И начинает лгать откровенно, да? Вы это слушаете. Спокойно слушаете, хладнокровно. А потом задаете вопрос. Доказательства. С вашей стороны акты подписанные, акты приемки. Меня устраивает такой объем работы или нет? И суд на это нормально среагирует. Судьи привыкли к тому, что сами стороны в судебном процессе излагают версии правды. Не саму правду, а версии правды. И побеждает тот, кто более хорошие доказательства предъявляет. В принципе, это все, что вам нужно знать. Теперь дальше. Давайте немножко шаг вперед сделаем. Что будет после? После судья назначит вам следующую дату. Например, середина августа, конец августа месяца. И скажет, приходите на следующее судебное заседание. Или может заявить, поскольку у нас сумма иска заявлена меньше 400 тысяч рублей, то вы можете не являться. Я рассмотрю в порядке упрощенного производства. Еще у нас есть такое право. Мы можем воспользоваться. Эти деньги. Есть 395 статья. Она гласит. Гражданский кодекс. Я всегда говорю. Гражданский кодекс. Она гласит, что на деньги, которые одна сторона недобросовестно удерживает, за счет другой стороны начисляются проценты. По учетной ставке центрального банка. Ставочка сейчас низкая стала. Там порядка 5%. Но все равно это ваши деньги. Можно заявить это дополнительное требование. Мы этого не делали раньше для того, чтобы попасть под ситуацию упрощенного производства. А вот сейчас у нас началось, как я понимаю, производство не то, что в упрощенном порядке, а обычное производство. Ну, раз вы тратите свое время и ходите на судебный процесс, посмотрим на реакцию судьи. И можете сказать, я хотел бы заявить также взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами. Посмотрите на реакцию судьи. Будет дальше рассматривать или какие-то препятствия найдет судья, чтобы рассматривать в одном процессе вот такой характер спора. Теперь дальше. Из всего обоснования вашего требования очень простого. Неоставательное обогащение. Почему эта статья применяется? Объясняйте простыми словами. Потому что договор не заключен, деньги я ему перечислил ответчику, ответчик свои обязательства не исполнил. Обратите внимание, я всегда говорю в третьем лице. То есть, вместо того, чтобы не ошибетесь никогда, истец ответчик, истец ответчик, все. Есть еще одна такая осторожная позиция, которую вы придерживаете. Рассказываете о себе тоже, как будто рассказ вы ведете в третьем лице. Истец перечислил, ответчик не исполнил, ответчик волокитит и все. Вот я вам как будто изложение рассказываю, да? Но это самый культурный, самый научный стиль спора, и вы никогда не собьетесь на личные выпады и так далее. Это очень безопасный режим изложения своей позиции. Еще одно правило действует. Вопросы суду не задают. А что делать, если у вас действительно появится вопрос? Суду его нужно задать, необходимо задать, но в какой форме это сделать? Это можно сделать в безадресной форме. Например, я не понимаю, как. Примерно так вот, да? Я прошу разъяснить мне мои права в части того. Вот такие обороты используются. Потому что напрямую задать вопрос суде, сколько времени? Неправильно. Я бы хотел разъяснить вопрос о том, сколько времени сейчас, который час. Вот это деликатно, это допустимая форма. Это показывает вашу квалификацию, вежливую. Перебивать друг друга нельзя. Если другая сторона начнет хамить, то вы говорите, я прошу сделать, вы терпеливо все это выслушиваете, в полемику не вступайте, будьте выше всей этой полемики. Потом, когда суд вам даст слово, вы говорите, я прошу сделать замечание ответчику и принять меры к порядку, призывая к порядку на судебном заседании. Вот это вот так вот будет. Это звучит очень хорошо. Ну и, наконец, вступление, которое я очень быстро проскочил, но оно тоже играет роль. Начинает с проверки документов. Серкопирует ваш паспорт, документы ответчика. Если приходит представитель вместо ответчика, не поленитесь, у вас есть право ознакомиться с доверенностью. И телефон держите на готове, копируете, хотя бы первую страничку фотографируете, это разрешено. Знакомиться с материалами дела. Еще раз, сначала, почему важно знать, кто представляет интересы ответчика. Вы знаете, всякие бывают в жизни случаи. Бывает, что приходит неуполномоченное лицо. У нас был такой случай. Бывает, что должен заявить один человек иск, а подписал человек, который не обладающий полномочиями. Когда вы находите дефект в полномочиях, то это значительно повышает ваши шансы на выигрыш. Имейте в виду. Легче вести диалог с молчаливым представителем, который ничего, никаких прав не имеет. Теперь дальше. Суд, после того, как ознакомиться с вашими документами, удостоверяет личность, включает аудиозапись, объявляет состав суда. Если вы фамилию не расслышите, но фамилия должна совпадать с той фамилией, которая есть в определении внизу. Если фамилия изменилась, то это вас должно насторожить. Именно тот судья, именно это дело слушается. В 99% случаев так оно и есть. Потом права и обязанности лиц. Суд вам разъясняет права знакомиться с материалами дела, делать копии, заявлять отводы. И после этого задает вопрос. Вам права и обязанности понятны? Вы привстаете, коротко говорите из вежливости, отвечать на вопросы суда нужно стоя. За исключением тех случаев, когда сам суд говорит, ну это же беседа, присаживайтесь, мы с вами свободно поговорим. Тем не менее, субординацию надо помнить. Даже на беседе судья может потребовать, чтобы вы давали пояснение стоя. Возможно и такой, и другой вариант. В любом случае, перебивать судью ни в коем случае нельзя. Перебивать другую сторону не нужно. Надо выдержку соблюдать. Составу суда доверяю, заявлений ходатайств на данной стадии нет. Вот это, еще раз это. Составу суда доверяю, заявлений ходатайств на данной стадии нет. Это означает, что потом, может быть, что-то я заявлю, оставляя за собой такое право. Ну дальше, читать исковое заявление наизусть не нужно, а нужно пересказать суть дела своими словами. А что для этого важно знать? Даты, денежные суммы. Чтобы вы без запинки это говорили, уверенно, так как будто это произошло вчера. Поскольку это ваши деньги, вы хорошо помните, да? И так ненавязчиво оригиналы документов. Оригиналы документов нужны вам, бухгалтерских из банка, или не нужны? Да, скорее всего, нет. Тогда вы говорите, когда вы дадите пояснение, вы можете сказать, я ходатайствую о приобщении оригинала документов в дело. И все. И суд это приобщит к делу. Теперь дальше. У вас есть право все записать на диктофон. Не забудьте отключить телефон от громкой связи, потому что за это штраф 1000 рублей. Очень легко. Если вы прерываетесь на телефонный звонок, это неуважение к суду. И включайте диктофон. Можно сделать предупреждение. Это хороший стиль. То есть, когда заявление о ходатайстве есть, вас спрашивает судья, вы отвечаете. Я веду самостоятельную аудиозапись в судебное заседание. Хорошо, это ваше право. Без вопросов. Эту аудиозапись потом мне перешлете. Будем вместе думать. Какие-то могут быть непонятные места. Я рассказываю вам общий порядок, Екатерина Юрьевна. 99% он пройдет совершенно, как это лучше сказать, ординарно, обычно, рутинная такая процедура. Вам сообщат новую дату. И может быть какие-то дополнительные документы попросят. Кстати, статус предпринимателя у вас подтверждается свидетельством, да? Да, уведомление о постановке на учет. Возьмите такое уведомление с собой тоже. Только копия есть. Только копия, да? В сером виде у вас нет. Если копия, то вы говорите, это электронный документ. Отказалась налогоинспекция от того, чтобы выдавать свидетельство на руки. Но я заверяю, да, я заверяю, что и на сегодняшний момент продолжаю вести предпринимательскую деятельность. Все. У вас какие-то вопросы появились ко мне? Нет, сейчас закончим. Вы знаете, что еще? Нет, я вот видел через час, придет вам видео. Оно обработается, придет, даже не волнуйтесь. Самое главное проявить выдержку и здесь показать свой достаточный профессионализм. А вы по роду основной деятельности в каком направлении работаете? Можно узнать? Строительство? Грузоперевозки. Грузоперевозки. Ну вот, хорошо. Ну, вы занимаетесь конкретно финансами или организацией поиском заказов исполнителей? Организацией поиском заказов, это у меня судьбок, я финансы. А, вы финансы. Ну, в любом случае, если судья задаст такие вопросы необходимые, вы ответите на эти вопросы и покажете свой профессионализм. Профессионализм уважается в том, что вы оказываете уважение, в том, что вы мягко относитесь к людям, но твердо остаиваете свои права в суде. Эти деньги не должны просто так исчезнуть. И не думайте о том, что будет, выиграете вы или проиграете, потому что это лишнее волнение создает. Шансы на выигрыш у вас очень хорошие, высокие. Самое главное здесь не сделать какую-то грубейшую ошибку. Ну, поживем и видим, посмотрим поведение другой стороны. Отдельный вопрос во взыскании, когда решение суда вступит в законную силу, во взыскании этих средств с ответчика. Но вы пока об этом тоже голову не ломайте. И еще важный момент, когда судья задаст вопрос, возможно между вами мировое соглашение, мне кажется, надо соглашаться. Вот в самой идеальной ситуации, когда приходит ответчик и говорит, да я не могу заплатить сейчас, да я могу заплатить в течение полугода, рассрочка. В этом случае вы говорите, хорошо, я на основное судебное заседание...